Доброе утро, дорогие друзья! Вновь на ваших экранах музыкальная программа «Утренняя почта». И сегодня я рад начать её... Минуточку! 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 Дайте мне высказаться! В чём дело? У нас уже началась передача. Что вы говорите, началась передача? И ничего страшного. Говоря по-научному, эсетера, эсетера. Простите, не понял. А что ж тут понимать? Всё можно начать сначала. Но я уже веду передачу. Ну, конечно, вы ведёте. Вот и в программе вашего выступления нет. Ну, конечно, и в программе меня нет. Чего же вы хотите? Я хочу вам сказать, что вы всё захватили в свои руки. Кто? Я. Ну, не лично вы, а все вы мужчины. Вот скажите, скажите, кто в вашей программе первым номером? Пожалуйста, по многочисленным просьбам телезрителей, выступление артиста Игоря Скляна. С той поры, как впервые с экрана, я увидел тебя, Челентано. Понял я, что мы очень похожи формой носа и цветом волос. Почему же соседка Татьяна ведёт сходство моё с Челентано? Лишь в него одного безума влюблена, а в одном постоянно твердит она. В солнечной Италии кумир моих мечтаний Челентано. Сладко ноет в сердце никогда не заживающая рана. Это ничего, что нет тебя со мною рядом постоянно. О, Адриано, повешу твой портрет. И вчера над диваном Татьяны я увидел портрет Челентано. На меня он смотрел, усмехаясь. Это было обидно до слёз. Я устроил спортзал на квартире, отжимал в нём пудовые кири, чтобы так же, как он, я стал красив и силён, чтоб весь мир был в меня одного влюблён. В солнечной Италии предмет для подражания Челентано. Ревностью исходит никогда не заживающая рана. Это хорошо, что нет его с тобой рядом постоянно. Моя Татьяна, повесишь мой портрет, чтобы петь, как поёт Челентано. Я специально купил портрет-пиано. Изучаю основы бельканто. Добавляю в него хреботцу. И хожу я теперь постоянно в чёрной шляпе, как ты, Челентано. У Татьяны сижу, глаз тебя не свожу. Восхищаюсь тобою одним, держу. В солнечной Италии кумир моих мечтаний Челентано. Стал ты для меня необходимым в этой жизни, как ни странно. Это ничего, что нет тебя со мною рядом постоянно. О, Адриано, повешу твой портрет. В прошлый вторник в саду у Фонтана Жаль, что не приехал ты на брак и сочетание к нам с Татьяной. Ты уж извини, что вместо прежнего портрета над диваном Теперь, Татьяна, повесит мой портрет. Ну, что я говорила? По-моему, это надолго. Пожалуйста, представьтесь нашим телезрителям. Как? Вы думаете, меня не узнали? Странно. Кандидат около всяческих наук Венера Михайловна Пустомельская. Очень приятно. А мне очень неприятно. Мужчины рассуждают о женской эмансипации, а сами... Простите, я вас не понимаю. А шо ж тут понимать? Как по разным странам путешествовать, так Юрий Сергеевич. Как премьеры фильмов посещать, так Эльдар Рязанов. Как на футбол в Мексику, так Николай Николаевич Озеро. Так вы о телевизионных ведущих. Но я с вами не согласен, потому что... А я с собой согласна. И поэтому, в интересах зрителей, решила назначить себя ведущей утренней почты. Прекрасно. 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 А мне что прикрасemente делать? Вам заняться разбором польцов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Дорогие друзья, сегодня я приготовила вам приятный сюрприз. Я хочу ознакомить вас со своим рефератом «Роль современной женщины» и ее свежий взгляд на передачу «Утренняя почта». Остановимся на первой главе «Кто поет?» Ну и здесь положение более-менее благополучное. Путем много ритмически-визуальных выкладок, я доказываю, что на 45,7,5% поющих женщин приходится 34,3,5% мужчин. Остальные объединены в так называемые ансамбли, группы и, говоря по-научному, «Дикселенды». Ах, мой сосед из всех по свете инструментов, всерьез увлекся лишь кларнетом и трубой. Он пятый месяц, претий «Дикселендам», с утра играет, кам, даже в выходной. Он всем соседям надоел и знать не знает, что все проблемы тут же отпадут. Что, если он на баржо-баржо заиграет, чем-то тотчас его послушать прибегут. Что, если он на баржо заиграет, чем-то тотчас его послушать прибегут. Мой друг остался без гроша, но очень счастлив, Купил гитару, о которой не мечтал. Он каждый вечер струны рвет на части, И от него в восторге танцевальный зал. Он любит остров музыкальные моменты, Своей гитарой электронный гул. Но то, что улучшить панжо, нету инструмента, Ед доказать вам это запросто. Субтитры создавал DimaTorzok Я музыкант в душе, и я прекрасно знаю, Что есть в природе мелодичный звук. Но если кто-то вдруг на баржо заиграет, Готов всю ночь плясать под этот верный стук. Но если кто-то вдруг на баржо заиграет, Готов всю ночь плясать под этот верный стук. Перейдем ко второй главе реферата «Кого поют?» Я позволю себе процитировать. Разлук так много на земле И разных судеб. Слышите? Или Ты, кукушка, брось скуковать, Мне года считая, Все они мои. Ку-ку, ку-ку. Лаванда, горная лаванда, Наши встреч с тобой Крас? Нет. Желт? Нет. Синие цветы. И кто же авторы этих, Выражаясь по-научному, Извините за выражение, Шлягеров? Отвечу прямо и невзирая на лица. Все они... Ой, мужчины. Шлягеров И голова Субтитры подогнал «Симон» 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 «Музыка» «Симон» 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 Ой, вы знаете, эта музыка разбудила меня, то есть разбудила во мне массу воспоминаний, правда, несколько личного характера, касаться которых не стоит, так как всю свою личную жизнь я посвятила обществу по распространению всевозможных знаний. Вы знаете, там я часто выступаю с лекцией на тему «Что же такое музыка?». А музыка – это процесс абсорбации имманентной сущности субстанций, персонифицирующих отображение эмоций субъекта и их регенерации в рефлексирующий объект полигенетического пантеизма, адекватно-импульсивному восприятию материального мира и общества. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА